Выборы в Донецкой области прошли только в некоторых округах, выборы в Луганской области только 6 из 11. По оценке Центризбиркома проголосовать не смогли около 3 миллионов жителей Донбасса. Они находятся на оккупированных территориях, многие даже не знают, что сегодня выборы. Многие хотели бы проголосовать, но просто физически не смогли это сделать. И вот моя коллега Валентина Левицкая о том, что думают о нынешней избирательной кампании, там где хозяйничают террористы и российские военные. Обстрелы каждую ночь, сутками. Эту ночь так стреляли, что аж земля содрогалась. Осталось на поселке с 5000 населения 400 человек, если грубо. Без газа, света и воды уже 5 месяцев выживает поселок Спартак. В нескольких километрах Донецкий аэропорт, за который идут ожесточенные бои. Здесь уже научились отличать, где стреляют и из чего стреляют. Пока далеко нужно успеть приготовить обед и нагреть воду. Кипяток в пластиковых бутылках вместо батарей спасает от холода. И снова прятаться в подвал. Теперь это их постоянное жилье. Невыносимо так жить. Дети терпятся уже. У меня уже внук знает, с какого оружия стреляют. Мы пошли вчера в городе, напомнили бабушка, а это короче гаубица, это дочка у 4 года ребенку. В этой ежедневной борьбе за выживание не до выборов. Но буквально в нескольких километрах отсюда, в самом Донецке, люди все-таки интересуются, что же там на большой земле. И жалеют, что проголосовать не могут. И у меня сейчас такое ощущение, как описано в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». А жизнь вместе с автопробегом проносилась мимо них. Я не могу выразить свое мнение, изъявить свою волю. И я ни на что, получается, так не могу повлиять. Ни на будущее моей страны, ни на будущее моей маленькой родины, моего Донбасса. Теоретически жители оккупированной части Донбасса могли бы выехать на освобожденные территории и проголосовать там, без всяких справок, только по паспорту. ЦИК даже специально упростил для них процедуру. Но и такая возможность для большинства, даже самых политически активных и смелых, оказалась далека от реальности. Водителям приходится объезжать по наиболее безопасным районам, а это резко увеличивает кемометраж и, соответственно, стоимость подобной поездки. И суммы, которые все это выливается, лишают всякой возможности нас поехать, потому что денег у нас нет, и денег в регионе не платят с июля месяца. И есть куда ехать, и есть к кому, но жаль бросить то, что осталось от родного дома. А за что ехать? И куда? И куда? Ну дети зовут, ну и что, куда я доеду? Это уже Луганская область, поселок Ломоватка. Он попал под перекрестный огонь боевиков ЛНР и украинских военных. Четыре человека ранены. Галки, Гаш, это самое, живот там прострелила голову, ее мужу ноги, ноги, кисть перебила, а рядом бабушка там это глаз выбила. В Луганской области и в самом областном центре, в отличие от Донецка, парламентскими выборами практически не интересуются. Так, во всяком случае, утверждают наши источники. Хотя и здесь, наверное, есть те, кто хотел бы поставить галочку в бюллетене. Да не могут. Для всех луганчан абсолютно четко понятно, что то, что произойдет в Киеве сейчас, к ним отношение имеет очень отдаленно и на их судьбы влиять практически не будет. То, что Украина все-таки проводит такие выборы и не дает фактически проголосовать трем миллионам, как минимум, на мой взгляд, своим гражданам, этим Киев легитимизирует это состояние дел. И мне кажется, это роковая ошибка. На оккупированных территориях Донбасса оказались почти 3 миллиона избирателей. И только 31 тысяча смогли выехать оттуда, чтобы зарегистрироваться на территории подконтрольной Украине. Сегодня им пришлось снова вырываться на большую землю, порой рискуя жизнью, чтобы сделать свой выбор за будущее Украины. Валентина Левицкая. Подробности недели. Телеканал Интер.